Добрый вечер всем! Сегодня мы продолжаем нашу встречу и сегодня мы будем изучать книгу Амоса. И Амос он тоже является пророком из Иудеи и он пророчествует и об Иудее и об Израиле, но в общем большинство его пророчеств они об Израиле. И вот его книга, книга Амоса, она самая древняя. Она самая древняя из всех других пророков, то есть древняя Исаия и Зекиля и других. Он примерно пророчествовал в 760 году до нашей эры. Иеремия, он пророчествовал в 150 году до нашей эры. И поэтому вот Амос, он считается самым древним из пророков. Мы будем читать с первой главы, с самого начала. Слова Амоса, одного из пастухов Фикойских, который он слышал видение об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иераваама, сына Иоаса, царя Израильского, за два года перед землетрясением. Здесь мы точно можем прочитать, откуда он, из какого он города. Написано, что он был из пастухов Фиакийских. На иврите это Ткоа переводит. Это место, оно находится в Израиле примерно 15 километров. От Иерусалима, на юг. Я согласен. Иеродиум, это же место, это в Иерусалиме. Это в Иерусалиме? Иеродиум, он находится недалеко от Фикой. Кто-то вообще слышал о Иеродиуме? Такое название. Он построил целую цепочку городов. На ивритеуме, начиная с севера. Некоторые они были возле моря, другие больше в долину уходили. А посредине он строил разные крепости. Почему он так делал? Для того, чтобы за минут 15 он мог узнать все новости, которые происходили в Израиле. То есть, если что-то происходило на Голанах. Через 15 минут он уже об этом знал в Иерусалиме. Потому что все вот эти вот крепости, которые он выстраивал, с них можно было видеть друг друга. То есть, с одной крепости можно было видеть другую крепость. И Иеродиум, он был как раз вот посредине. И вот с Иеродиума можно было увидеть и Масаду. И Родиум, там, на горьке и Масаду Иеродиум, и Тел Мореша в Битве. Короче говоря, с одной крепости можно было видеть другую крепость. А с той, следующую. Следующее. И вот в Родионе он построил для себя там целый замок. Внутри горы. То есть снаружи, когда ты смотришь, ничего не видишь. Но внутри горы там целый замок. Целый дворец. Бет-мер-хац Роми. То есть там разные купальни. Римские купальни, бани такие. Слово баня, откуда оно происходит? Ми баниас. От слова баниас. Баниас, натанет амила баня, банджо, кола вариациях чел баня. Баниас, из этого слова произошли другие варианты других слов. Хозьрим лет-коа. Но мы сейчас возвращаемся к тем стихам, которые мы читали. Ткоа иошевет в рאש а-хар, ме-ацад а-мизрахи. И вот это вот место, фикоя, оно находится на горе. Ма-ал-мид-бар-и-еуда. Возле иудейской пустыни. Ле-я-д-хакар-мэль. Кар-мэль? Кар-мэль. Есть לנו хар-хар-мэль, по-ли-я-д-хай-фа. И есть город, который называется Кар-мэль. Ме ба м-кар-мэль, адам מאוד хашув, бими-ми-малхут-давид. Ими шем לא כל-как טוב. Один человек, во время царстония-давида. Навал. Он был из Кар-мэля. Навал-ה-кар-мэли. Навал. Что значит слово Кар-мэль? Кэрем-эль. Это... То есть это место, которое все цветет. Много плодов. Очень хорошее место для пастбищ. И вот Амоз, он был из Фикой. И вот Амоз, он был из Фикой. Мазе нокэд? Нокэд, זה балабайт, шел адрей-цон. И вот Амоз, он был самым главным из всех пастухов. То есть он был начальником над пастухами. Бо-эмсех, אנחנו шумеем, шеу ая гам бокэр. Так же он был ковбоем. Тен, זה בדюка миле бокэр. Айя лу гам парот, гам азим, гам квасим. То есть у него, у него были и каровы, и козы. И он был ковбоем. Болэш шикмин. Это миле бокэр. Это миле бокэр. Болэш шикмин. Мы не знаем, что это в текст. Болэш шикмин. Вы знаете, что это шикмин? Да. Секамор. Аль мазакия, сала в Иериху. Аль иезе ац? Смакор. Киварис. 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 Это миле бод Drive-7, radial, не долололоза. Это экз. Это экз. Это мя шиеш ב Tel Avив, в Яфу, в Дагон. Мала шикмин. Той шикмин. Ну advances equal. Айя шикмин. Камони и камоха Что не может увидеть Иисусуа, но он поднялся на акт Он поднялся на акт шикма Смакуфниц Это таяна Это таяна Это суть Таяна Есть ли прит Какая таяна Есть ли прит Болез шикма Болез шикма Это человек Таяна Шикма Ни не может Какая таяна 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 Какой таян Камос Он поднялся на Смакуфниц Чтобы они могли Принесить Настяне Иисусуа Иисусуа Камор Знает Какая таяна Болез Мила болез Мила Катя Катя Гам Болез Моя Болез 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 И вот смоковница, он занимался деревьями, которые это был вид смоковницы. И это была действительно серьезная профессия, профессия, где простой человек даже не знал, как заниматься, что делать для того, чтобы действительно были плоды. Он был, как он называется, джентльмен фармером. Это нам важно для понимания. Почему это важно? Потому что потом мы будем читать, и Амос, он говорит такие слова, он говорит, я не пророк и не сын пророков. Он говорит, я фермер, и тот, который занимается смоковницами. И он пророчествовал в Израиле во времена Озии, царя иудейского. Таджуна, мы читаем, что это было во дни Йорова, сына Йоаса. Это значит, мы знаем, что это было во дни Йорова, сына Йоаса. То есть примерно это было время 700 лет до нашей эры. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыку. Продолжение следует...